Президент Грузии издал закон о помиловании Лазаря Григориадиса. Всем привет, это Филипп Серетель и Лонг Ток. Сегодня мы поговорим о деле Лазаря. Лазар Григориадис был задержан в марте 2023 года после массовых протестов при первом рассмотрении закона об инагентах. Следствие считает, что Григориадис был среди участников акции, которые бросили коктейль Молотова в полицейских. Также по версии обвинения Григориадис участвовал в поджоге автомобиля полиции. На судебном заседании, где Лазаря приговорили к двум месяцам ареста в качестве меры пресечения, основания для этого решения не были объяснены. После ареста была нарушена также и призумца невиновности. Чиновники в своих заявлениях неоднократно обвиняли Лазаря в противоправных действиях. 3 апреля 2023 года адвокаты посетили Григориадиса и после встречи сообщили, что сотрудники следственных органов, возможно, принуждали Григориадиса предоставить им компрометирующую информацию. Эти явные нарушения привлекли внимание ассоциаций молодых юристов. Дело стало активно обсуждаться в обществе. В сентябре 2023 года неожиданно Лазаря обвиняют в нанесении ранений своему отцу, Беке Григориадису, еще в 2021 году. Столь неожиданное обвинение выглядит, как попытка просто посадить Лазаря, а не вынести справедливое решение. 12 апреля суд в Тбилиси приговорил к 9 годам лишения свободы Лазаря Григориадиса, признав его виновным в нападении на силовиков и поджоге полицейского машины на акциях протеста. В ответ на это члены семьи Лазаря подали президенту прошение о помиловании осужденного. И вот 24 апреля на официальном сайте президента Грузии появляется информация о том, что Лазарь будет помилован. Как заявлял адвокат Григориадиса Тати Манижашвили, после того, как документы о президентском помиловании поступят в тюрьму, Лазарь сможет выйти на свободу. Лазарь будет освобожден. Однако законопроект, против которого он боролся вместе с десятками тысяч граждан Грузии, вновь рассматривается. На митингах в апреле 2024 года вновь задерживают новых активистов. Борьба за свободу Грузии все еще идет, а мы продолжаем следить за ситуацией. С вами был Филипп Церетели и Long Talk. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok